уважаемый президиум уважаемые коллеги я благодарю за приглашение потому что мы работаем всегда в тесном сотрудничестве и все наши диагнозы вы проверяете и говорите нам правы мы были или нет поэтому конечно же мы всегда ориентируемся на вашу специальность если говорить о диагностике рака молочной железы если говорить о диагностике рака молочной железы то считается это достаточно сложной задачей я с этим абсолютно согласно во-первых молочная железа имеет очень сложное атомическое строение я бы сказала даже индивидуальное строение мало того что еще зависящее от фазы не спаливаться от возраста женщины и рак молочной железы является гетерогенным заболеванием рассчитывает около 20 различных гистологических потипов каждый из которых характеризуется не только различным клиническим течением прогнозом но и лучевой картин в онкодиагностики мы используем большой спектр методов лучевой диагностики их можно условно разделить на нативные с помощью которых мы можем определить морфологические свойства образования это форму размер контуры структуру отношения с окружающими тканями в этом нам помогает стандартная маммография ультразвуковое исследование и сон эластография позволяет еще определить нам жесткость образования и контрастные которые позволяют нам определить функциональные характеристики образования их образований их воскорилизацию на сегодняшний момент широко применяется мртс с контрастным усилением и совсем недавно мы стали использовать еще их контрасты если условно разделить паттерны лучевой диагностики которые мы встречаем в исследовании молочной железы то в 66 процентах случаев рак молочной железы характеризуется узловым образованием с нечетким неровным спеклообразным контуром а вот в 20 процентах контур рака молочной железы по методам лучевой диагностики может иметь достаточно четкий контур и это так скажем сложный вопрос который мы пытаемся решить чтобы не пропустить рак молочной железы эти все узловые образования очень легко выявляются с помощью ультразвукового исследования также я бы сказала и другие методы модальности маммографии мрт но ультразвук он безопасен прост в употреблении не несет никакой лучевой нагрузки в 11 процентах случаев рак молочной железы может отображаться нарушением архитектоники ткани молочной железы и еще в 11 процентах случаев только наличие микрокальцинатов эти изменения мы можем визуализировать только с помощью графического исследования достоверно визуализировать с помощью графического исследования и в очень редких случаях рак молочной железы может на методах лучевой диагностики отображаться только гиперваскулярными участками и это прерогатива магнитно резонансной томографии в данном случае еще могут быть клинические проявления выделения из соска и глядя на эту схему мы с вами понимаем что исключить рак мал наличие рака молочной железы с помощью одного метода мы с вами не можем только применяя мульти модальный подход мы можем быть уверены что у этой женщины нету рака молочной железы ультразвуковое исследование как я уже говорила морфологические характеристики могут быть крайне обманчивы и так неправильная форма лучистый ангулярный контур может быть характерен как доброкачественных так и для злокачественных образований ну про злокачественные нам все понятно а вот доброкачественные это локализованный фиброденоматоз фиброз воспалительный инфильтрат радиальный рубец могут иметь схожие характеристики при обычном ультразвуковом исследовании карцинома карцинома локализованная фиброденоматоз по данной картине мы не можем дифференцировать эти изменения и казалось бы доброкачественные характеристики это образование с овальной форме с четкими контурами конечно же мы привыкли считать их доброкачественными но есть определенные по типу рака молочной железы инвазивный протоковый рак с экспансивным типом роста медулярная карцинома муцинозная папиллярная рак в кисте сорокома лимфома могут иметь псевдо четкий контур который мы визуализируем с помощью методов лучевой диагностики на примере мы видим с вами доброкачественные изменения фиброденома папиллома киста и вот пожалуйста как отображается методами лучевой диагностики медулярная карцинома крайне схожая картина поэтому нам нужно больше критериев чтобы дифференцировать у нас появилась возможность измерять жесткость на данной диаграмме представлена различия жесткости нормальной ткани доброкачественных изменений и злокачественных изменений вот эта разница используется дифференциальной диагностики для этого происходит кодировка ультразвукового изображения не буду углубляться скажу что синим цветом отображается жесткая ткань которая характерна для злокачественных образований зелено зеленый цвет отображает доброкачественные изменения и так морфологически непонятный участок вертикальная ориентация неровные нечеткие контуры режиме эластографии мы видим что это эластичная структура характерная для доброкачественных образований локализованный фибро аденоматоз похожая структура но в режиме эластографии картируется синим цветом протоковый рак не можем с вами дифференцировать эти изменения только по простому ультразвуку нам нужны с вами дополнительные критерии в данном случае хорошо работает эластография в случае медулярной карциномы о которой я говорила уже да если в б режиме мы можем спутать с доброкачественным образованием эластография нам подсказывает что это жесткое образование муцинозная карцинома в б режиме ее сложно даже отличить от окружающей ткани в режиме эластографии мы видим четко что это злокачественная характеристика на разрезе да мы видим вот этот псевдо четкий контур который нам виден при методах лучевой визуализации также хорошо эластография работает при минимальных образованиях на маммографии мы мы видим вот такое вот гиперденсное очень маленькое образование но было локализовано с помощью узи диаметр четыре миллиметра опять же нету четких характеристик непонятно что это кровоток отсутствует прижиме эластографии четко синяк окрашивание высокий коэффициент жесткости был установлен проводник потому что очень маленький размер хирурги не могут пропальпировать это образование выполнена секторальная на конце проводника вот такая вот минимальная звездочистая опухоль сейчас у нас появилась возможность вводить контрасты в кубитальную вену и визуализировать еще в скарализацию образования обратите внимание размер в б режиме и в режиме их контрастирования он в три раза больше превышает те изменения которые мы видим в режиме и их контрасты позволяет нам увидеть истинную инвазию окружающие ткани в нашем институте была разработана классификация паттернов контрастного усиления с помощью которой мы повышаем общую эффективность ультразвукового исследования также на клиническом примере образование с похожими характеристиками в б режиме но имеющие абсолютно принципиальные различные эхо контрастирования да это позволяет нам дифференцировать маммография как я уже сказала самой основной чертой до самой сильной стороной маммографии это выявление микрокальцинатов которые могут отображать начальные проявления канцера инситу подозрительными и злокачественными микрокальцинатами считается их маленький микроразмер и распределение дамы форма для морфная форма и сгруппированное распределение также крайне злокачественными является мелкие линейные или ветвящиеся кальцинаты иногда это может быть единственным признаком рака молочной железы клинический пример мы видим вот такие нежные единичные кальцинаты вот здесь увеличение вот такие белые гиперденсные точки в режиме эластографии не видим никакого узла небольшое нарушение структуры единственное обращает внимание чуть повышенный кровоток в этой области эластография не дает нам никакой информации но это внутрепротоковый рак инситу то есть мы не можем опираться только на один метод диагностики всегда используем комплекс магнитно-резонансная томография гиперваскулярные участки данная пациентка проходила обследование так как у ее мамы был выявлен рак молочной железы молодая женщина до 40 лет и была выполнена магнитно-резонансная томография и вы выявлен только гиперваскулярный участок женщина ничего не беспокоило никаких клинических проявлений отсутствия микрокальцинатов эти данные были идентичны и при магнитно-резонансной томографии с контрастированием и при ультразвуковом исследовании с контрастированием также мы еще используем кинетические показатели это характер накопления и характер вымывания контрастного вещества дуктальная карцинома и также мрт очень часто показывает что распространение гораздо больше то что мы видим либо клинические либо с помощью маммографии и ультразвука она используется для предоперационной подготовки также мрт больше чувствительно для определения мультицентричности и мультифокальности и в заключении хочу сказать что только мультимодальный подход только понимание то есть мы отталкиваемся от морфологических от ваших морфологических характеристик рака молочной железы и пытаемся найти их с помощью методов лучевой диагностики и конечно это характеризует мульти дисциплинарный подход спасибо большое